Сегодня я хотел бы рассказать о реализации в текущем году нашей области национального проекта «Демография», в рамках которого мы успешно уже работаем второй год. В первую очередь касается федерального проекта и оригинальной составляющей старшего поколения. Мы обучили порядка 800 человек, это граждан предпенсионного возраста. В прошлый год была такая категория, в этом году работать стало чуть полегче, я бы сказал, поинтереснее, потому что формат проекта был пересмотрен и, так скажем, в первую очередь рамки участников расширены. В этом году у нас участвуют граждане возраст 50+, то есть 50 лет и старше. Я бы отметил, что, наверное, данный возрастной эценз, это как раз, если мы говорим о занятых, у работающих граждан, это, скажем, профессионалы в самом расцвете сил, знаний, опыта. Здесь же сразу возникают вопросы и реализации такого проекта, как наставничество, когда уже состоявшиеся специалисты, профессионалы своего дела, могут передавать свой опыт, знания, профессионализм более молодому подрастающему поколению, которые, так скажем, только встают и заходят на свой профессиональный путь. Я бы отметил, что мы работаем в рамках национальной проекта «Демография», проекта «Старшее поколение» по обучению граждан, как работающих, так и временно безработных граждан. Что касается работающих граждан, то здесь основные наши партнеры, самые крупные предприятия Курганской области, это Курганский машиностроительный завод, Курган-прибор, Курган-стальмост. Что касается прошлого года, то вот эти три ключевых предприятия, где в их образовательных центрах, либо они выступали заказчиками в образовательных организациях Курганской области, такие как Курганский технологический колледж, Курганский промышленный техникум, ряд других наших образовательных организаций и заказывали обучение своих работников. В этом году ситуация, конечно, всем известная, внесла очень серьезные коррективы в реализацию национального проекта, но тем не менее мы никаким образом в работе не остановились. Мы, так скажем, скорректировали свою работу и также, я считаю, успешно проект реализуем. Конечно, подверглись корректировке показателей проекта, конечно, и численность участников, в первую очередь связана с тем, что, ну, как мы все знаем, практически, наверное, с середины марта, ну, где-то ближе к концу марта, практически полностью остановился весь образовательный процесс, да, в силу понятных и известных причин были закрыты образовательные организации, вот, и поэтому у нас остался для реализации один, единственный механизм, там, формат или шанс, это дистанционное обучение. Понятно, что оно пока, так скажем, есть определенные проблемы, и не всем гражданам есть, ну, всего даже технических возможностей, да, вот, не во всех пока образовательных организациях есть также такая услуга, как именно формат дистанционного обучения. Поэтому, ну, это вот единственный канал реализации данного мероприятия остался, и тем не менее, я подчеркиваю, я думаю, что мы все равно успешно в этом направлении движемся и программу реализуем. Так, по старшему поколению, еще повторюсь, это профессиональное, профессиональное краткосрочное обучение в этом году работающие, не работающие граждане, возраст 50 лет и старше, вот, уже у нас приступили к обучению 291 гражданин, значит, уже успешно окончили обучение и прошли аттестацию 212 человек, 79 пока находятся в процессе обучения. Значит, и что касается работающих граждан, да, вот, и тех предприятий, которые я озвучил, значит, ну, основные востребованные профессии и специальности, допустим, это паяльщик, аппаратчик, пружинщик, комплектовщик, оператор котельной, это все профессии и специальности, которые связаны с металлообработкой, это и операторы станков, это электрогазосварщики и ряд других самых востребованных рабочих профессий и специальностей. В первую очередь, опытные специалисты осваивают новые технологии или получают смежную компетенцию для того, чтобы быть взаимозаменяемым на производстве и максимально долгое время трудиться. Выбирают граждане профессии, связанные с социальной сферой, педагогикой, сферой обслуживания. Здесь бы я отметил, это и социальный работник, педагог, библиотекарь, повар, парикмахер, специалист по охране труда, бухгалтер и другие профессии и специальности. Необходимо отметить ряд таких интересных моментов, и стоит отметить, что граждане, в данном случае мы говорим старшего поколения, ориентированы на инновационные знания, что в современных реалиях рынка труда очень хорошо, и они осваивают довольно, пока все равно редкие, но востребованные уже для региона профессии, такие как нейропсихолог, веб-дизайнер, хореограф, дефектолог, режиссер. Пусть это мы говорим о краткосрочной курсовой подготовке, но тем не менее это здорово. Допустим, в будущем планируют развивать перспективное направление в родном районе или городе. Вот ряд примеров я приведу. Планы колоссальные, допустим, открыть первую школу хореографии в городе Щучье, кабинет нейропсихолога в городе Шадринске, или внедрить современные методы коррекционного воспитания в работу детского сада. Подчеркнул также, что по отзывам самих студентов, получение новых профессий не вызывает трудностей, и программы курсовой подготовки адаптированы под данную возрастную категорию. Главное управление по трудовой занятости населения Курганской области, органы службы занятости, то есть городские районные центры занятости, находятся в постоянном диалоге с работодателями, ведь они являются заказчиками знаний и навыков. И вот как я ряд примеров привел, может быть повторюсь, или некоторые предприятия впервые отмечу, так служба занятости уже более 10 лет сотрудничает с ПАО «Курганмашзавод», их работники одни из первых получили новые знания. Всего за 19 и первую полугодию 2020 года обучение прошли 259 работников данного предприятия, что я считаю достаточно хорошо. Также в этом году социальным партнером службы занятости стало еще одно крупнейшее предприятие нашего региона «Курганмаш». 30 сотрудников завода из числа руководителей специалистов освоили концепции бережливого производства для последующего внедрения его основ в производственный процесс. Следующий федеральный проект и региональная составляющая на спектре «Демография» – это проект «Содействие занятости женщин в создании условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет». Данный проект стартовал только с 2020 года, в прошлый год его не было, поэтому здесь он относительно для нас новый, но тем не менее в этом году у нас 117 женщин, имеющих детей, направлены на обучение по востребованным на рынке труда профессиям. А здесь участники две категории. Женщины, состоящие в трудовых отношениях с работодателем, но находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и временно не работающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста. Значит, стоит отметить, что молодые женщины чаще выбирают компетенции, связанные со сферой образования, социальной и сферой услуг. Ну, это, так скажем, более свойственно для женщин. Здесь и библиотекарь, логопед, воспитатель, педагог, психолог, бухгалтер, делопроизводитель, повар, парикмахер. Обучение дает возможность женщинам повысить квалификацию, либо вообще получить новые компетенции, возобновить трудовую деятельность, создать благоприятные условия для совмещения профессиональных обязанностей с обязанностями по воспитанию детей, что немаловажно, особенно вот и в нынешней ситуации, когда в том числе вот и закрыты все образовательные учреждения, ну, по крайней мере, до определенного времени массово были закрыты. Получив профессию более благоприятную для, как я сказал, совмещения семейных обязанностей, профессиональной деятельности, они возвращаются в строй. Вот, и наибольшим спросом здесь пользуется как раз сфера услуг, потому что, видите, реалии рынка труда, они меняются, да, и вот ситуация с пандемией, это четко показало и указало нам на вот те узкие места. И до сих пор массово многими работодателями, они вынуждены, а где-то уже и работники, в первую очередь, находят даже в этом преимущество, особенно, опять же, если вот женщина, имеющая малолетних детей, это удаленный формат, формат работы, допустим, дома. И поэтому вот наибольшим спросом стали пользоваться вот именно те профессии, специальности, которые допускают такой возможный формат для работы. И почему я сказал, что наибольшим спросом пользуется сфера услуг, ну, здесь какие примеры, это и парикмахер, и ногтевой сервис, то есть это те бытовые услуги, которые возможно оказывать в том числе и, так скажем, в домашних условиях, да, ну, либо удаленно от основного рабочего места, ну, или рабочего места. Поэтому, и также, исходя из этого, актуальным для данной категории является открытие собственного дела. Ведь у многих женщин возникает потребность самостоятельно планировать собственный день, а работа на себя в данном случае создает для этого все условия. Чаще всего женщины, как я уже отметил, выбирают для обучения профессии, связанные со сферой услуг, это парикмахер, еще раз повторюсь, мастер маникюра, кондитер, бухгалтер и другие. Тем более, с 1 июля в Курганской области заработал новый налоговый спецрежим, если в простонародье это так называемый налог на самозанятость, но правильно, это налог на профессиональный доход, который, в принципе, позволяет и создаются самые оптимальные условия, в том числе для удаленной работы, для работы и на дому. Там настолько удобный интерфейс, там минимум каких-либо затрат, там регистрация личного кабинета на сайте ФНС, да, и это позволяет, ну, человеку, который, в принципе, чего скрывать, и раньше занимался, занимался вот этим делом, этим бизнесом, но был, так скажем, не оформлен, да, его деятельность, так скажем, была нелегальна, сейчас позволяет, вот этот самый такой простой налоговый режим, позволяет работать и продолжить работу на абсолютно законных основаниях, легально, с уплатой, так скажем, небольших налогов, потому что там ставки варьируются от 4 до 6 процентов с дохода. До этого, конечно, такого не было. Я считаю, что вот, да, у нас есть проблемы, я тут ничего не буду скрывать, все, что связано с неформальной занятостью, так скажем, с серым рынком труда, и я считаю, что вот этот механизм, он нам взаимно с работающими гражданами позволит навести цивильный порядок в этом сегменте рынка труда. В проекте участвуют как работающие граждане, так и временно неработающие. Работающие граждане, вот ряд предприятий я озвучил, именно это наши самые крупные заказчики по обучению своих работников вот данной возрастной категории. Для неработающих граждан, которые являются клиентами службы занятости, в данном случае заказчиком обучения являемся уже в роли заказчика, выступаем мы. Но при этом, еще раз говорю, и работающий гражданин по собственному желанию, он также может обратиться в службу занятости, изъявив желание пройти курсовую подготовку, получить образовательный сертификат, ну и, собственно говоря, пройти обучение. Потому что даже работающему человеку, в принципе, свойственно искать, в том числе, новую работу, а под новую работу необходимо соответствие. Если вдруг возникает необходимость получить дополнительную профессию-специальность, пройдя свою подготовку на то, в принципе, проекты ориентированы, он сильно помогает в этих вопросах. Для граждан самое главное, что это абсолютно бесплатно. Есть перечень самых востребованных профессий и специальностей на рынке труда, Курганской области, так называемые, топ-50, если слышали. Также есть перечень аккредитованных образовательных организаций, в которых возможно пройти обучение в Курганской области. Но, собственно говоря, перечни эти списки есть, но в первую очередь учитывается желание самого человека. В принципе, он может определиться и выбрать ту курсовую подготовку, которая ему необходима, если даже в том или ином списке этого нет. Здесь все мы заинтересованы, чтобы программа реализовалась максимально эффективно. Поэтому, собственно говоря, в этой цепочке три звена или три участника. Это гражданин, это служба занятости как посредник, это конкретный работодатель предприятия. Если мы говорим о работающих гражданах на тех или иных предприятиях, понятно, что все стороны максимально заинтересованы. Работодатель, руководство предприятия заказывает под своих работников то или иное обучение, и мы программу реализуем. Что касается временно неработающих граждан, то здесь, конечно, наш интерес, ну, интерес гражданина и службы занятости в последующем однозначно трудоустройстве. Поэтому, собственно говоря, фактически мы реализуем данное мероприятие под будущее гарантированное трудоустройство. То есть, заведомо есть договоренности с тем или иным работодателем о будущем трудоустройстве, и, по факту, собственно говоря, мы готовим уже специалиста под конкретного работодателя, под конкретное рабочее место. Ну, в первую очередь, необходимо обращаться в городские районы центра занятости, до этого или для этого предварительно посмотреть всю информацию на сайте главного управления по трудоустройству населением Курганской области, либо на нашем интерактивном портале true.kurganobl.ru Вот. Единственное, что сейчас мы, учитывая там все ограничительные мероприятия, пока служба занятости, да, это временно, вот, но пока мы очно не работаем с нашими клиентами, то есть, наше общение происходит все полностью, так скажем, интерактивно через портал «Работа в России» или через наш интерактивный портал посредством телефонной связи, через социальные сети, но однозначно мы всегда на прямом контакте с гражданами, поэтому получить информацию, в принципе, как бы, и пообщаться со специалистами центров занятости, как бы, ну, проблем, собственно говоря, никаких нет. Тем не менее, я бы подчеркнул, что всю информацию о имеющихся вакансиях, а их порядка, сегодня в банке вакансий Курганской области порядка 7 тысяч, назначено всю интересующую информацию граждане могут получить на портале «Работа в России», необходимо будет выбрать Курганскую область, да, вот, и еще раз говорю, что на сегодня, как бы, это основной ресурс, через который строится общение с нашей клиентами, социальных клиентов, с нашей службой занятости, для этого необходимо зарегистрировать на портале «Личный кабинет», вот, там удобный интерфейс для подачи заявления, постановки на учет, допустим, в качестве безработного, и сразу будет сформировано заявление на назначение выплату пособия по безработице, вот, и также в «Личный кабинет» будут поступать в вакансии по подходящей работе, либо гражданин может спокойно, самостоятельно, как бы, отсматривать весь банк вакансий Курганской области и подбирать уже для себя подходящую работу, ну и, собственно говоря, там также организована возможность общения с работодателями. Актуально